здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша ее ведущие гэри брумер и эдвард сегодня у нас в программе участвует политик общественный деятель лидер либеральной демократической партии республика беларусь олег гайду кич олег сергеевич добрый вечер добрый вечер олег сергеевич во-первых большое спасибо что в это позднее для вас время у нас все таки еще день вы согласились для нас выступить в городе чикаго и в штате или ной живет очень большое количество людей выходца выховцев из беларуси и из тем более из минска и у меня сразу к вам такой главный вопрос готовясь к интервью с вами я прочитал википедии что либерально-демократическая партия позиционирует себя как конструктивно оппозиционная партия в чем это заключается я начну не с этого я во-первых благодарю что позвали меня поговорить и теща моя там живет я америка хорошо знаю и двоюродная сестра живет у вас вот видите за теми событиями которые и у вас происходят что касается партии которые возглавляют я еще депутат парламента помимо того что и единственный лидер партии который избран белорусский парламент то есть у нас 15 партий ни один лидер партии больше парламент не избран конструктивная позиция это значит мы никогда не поддержим революционные какие-то призывы для свержения власти но при этом имеем свою программу то есть у нас и свой взгляд на то как должна развиваться политическая система страны мы считаем что нужны реформы в политической системе считаем что надо демократизировать очень многие вещи больше демократии больше развития гражданского общества и свой взгляд на экономику мы партия которая поддерживает бизнес и частную собственность мы считаем что надо брать лучшие примеры мировой политики и поддерживать частный сектор потому что это драйвер и мотор любой экономики любой страны именно малый средний бизнес и надо создавать для них все условия вот в этом наше очень большое отличие от действующей власти а какое отношение вы сейчас какие отношения вы сейчас имеете с либеральной демократической партией россии насколько я знаю много лет назад вашего отца создателя партии этой сергея гайдукевича называли младшим политическим братом владимира вольфовича жириновского то есть у вас есть какие-то отличия или вы все-таки от ответвление а вот вот российской партии нет мы не ответвление и у нас очень очень большие разногласия с российской партии лдп мы поддержим отношения со всеми партиями государственной думы россии которые представлены в парламенте это правильно надо со всеми общаться надо со всеми решать какие-то вопрос при этом у нас подписано более 70 договоров с европейскими партиями в европе то есть мы развиваем очень серьезные отношения но мы отстаиваем национальные интересы беларуси мы сторонники суверенитета и независимости страны мы сторонники того что беларусь это состоявшиеся государства европейское при этом поддерживая многие вопросы интеграции с российской федерации потому что это наш сосед это крупнейший рынок сбыта это экономика это военное сотрудничество это другие сферы взаимодействия но мы самостоятельная партия отличие очень главное российские партии отстаивают национальные интересы россии мы отстаиваем национальные интересы беларуси я беларус я этим горжусь значит и считаю что наша страна пусть небольшая по сравнению с россией и соединенными штатами но мы по меркам европы мы большое государство мы праве проводить самостоятельную политику и всегда хотим быть суверенными независимыми вы хотели баллотировать вот 9 августа будут выборы президента беларуси вы хотели баллотироваться но потом сняли свою кандидатуру и сказали что поддержите президента лукашенко у меня к вам такой вопрос а в каких вопросах вы поддерживаете президента лукашенко а в каких вопросах вы с ним не соглашаетесь расходитесь можете с ним поспорить я действительно хотел баллотироваться на пост президента и даже зарегистрировал инициативную группу очень большую количество 4000 человек для сбора 100 тысяч подписи необходимых и даже успел собрать 30 тысяч подписей но глядя на предыборную кампанию я увидел что не будет на этих выборов борьбы программ идеологии не будет дискуссии разделились на тех кто лишь бы свалить власть то есть любой ценой свалить лукашенко а там после этого разберемся и меня это не устраивает то есть я категорически против революционных каких-то сценариев мы просто видим наше главное достижение беларуси на мой взгляд несмотря на проблемы если вы увидите из всех стран постсоветского пространства мы единственная страна которая сохранила мир и не допустила раскола беларусов по национальному признаку по религиозному мы не потеряли территорию посмотрите украина война грузия война значит молдове проблема приднестровли то есть все страны постсоветского пространства армения азербайджан это нагорный карабах война беларусь сохранила мир мы не разделили людей кровь не лилась на территории беларусь поэтому я сторонник эволюционного пути развития поэтому я принял решение на этих выборах поддержать президента но я говорю о том что мы должны после выборов начинать реформы это вот чем мы отличаемся я считаю что нам надо переходить на выборы по партийным спискам потому что то выборная система которая у нас есть она не позволяет альтернативным мнением в большом количестве находиться в парламенте это плохо мы помним развитие ссср и развал ссср обусловлен на мой взгляд в том числе тем что было монополия одной партии монополия одного мнения это очень плохо так и должно быть поэтому мы выступаем за перемены в этой сфере в политике мы выступаем за то что парламент был имел больше полномочий чтобы не было все замкнуто на главе государства чтобы больше исполнительного совета министров имел полномочий с другой стороны мы выступаем за развитие регионов чтобы регионы в беларуси тоже имели больше самостоятельность а в экономике я уже говорил если кратко у нас самое главное отличие это мы хоть и поддерживаем развитие госсектора во многом но все-таки хотим чтобы бизнес белорусский малый средний предприниматели в партии моей тысячи предпринимателей тысячи предпринимателей хотим чтобы далее возможность больше развиваться больше рынка больше свободы больше конкуренции в этом вопросе поэтому здесь у нас отличие но надо сказать что президент его главная заслуга которую надо признать и которую надо всячески ценить это человек благодаря которому беларусь состоялась как независимое суверенное государство это правда и отрицать этого нельзя это его заслуга второй момент это жесткое отстаивание национальных интересов страны я считаю что в мире сейчас очень сложно вы посмотрите что происходит в том числе и у вас что происходит в европейском союзе брексит значит выход великобритании в европе неоднозначная ситуация миграционный кризис экономический кризис пандемия коронавируса и сейчас никто не знает что будет с миром дальше мы стоим на пороге таких глобальных изменений и на мой взгляд самое главное сейчас сохранить стране стабильность это первое второй момент обеспечить безопасность людей чтобы не было люди чтобы не погибали чтобы не было каких-то революционных вот этих ситуаций и потихонечку реформировать и двигаться и для этого нужен сильный лидер опытный лидер то есть обязательно надо продолжить преемственность власти но безусловно и президенту белоруссии нашей стране надо думать о транзите власти дальнейшей а преемственности а переменных ведь это все равно неизбежно для любой страны а вы считаете что да 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 вы хотели продолжить а значит а как вы считаете почему именно только лукашенко ну насколько я знаю сейчас участвуют выборах известный бизнесмен виктор бабарика и достаточно талантливый дипломат валерий цепкало который был послом республики беларусь сша почему бы скажем так не дать им порулить ведь лукашенко уже 26 лет у власти может быть стоило бы как-то изменить вектор развития политического страны да я с вами согласен что надо немножечко надо менять страну я бы хотел быть президентом я когда принимал решение снятия для меня это было нелегкое решение но я сумел поставить свои личные политические амбиции выше интересов страны понимаете я повторюсь я сторонник эволюционного развития к сожалению указанных кандидатов и у цепкала который меня вообще но немножко удивляет я не хочу никого обидеть человек 20 лет работал в команде президента и друг за один день поменял полностью точку зрения у меня тут недоверие и все кандидаты которые палатируются я не вижу у них программы я вижу желание вот убрать лукашенко убрать поменять власть а потом разберемся и вот на этом на этой почве на этой почве меня беспокоит чтобы мы не разрушили то что имеем я за это переживаю больше всего потому что самое главное не начинать сначала вот помните большевики в семнадцатом году нам сказали начинать сначала мы начали сначала страна была уничтожена и помните сколько гражданская война кровь сколько пролили девяносто первом году, нам опять сказали начинать сначала. Мы опять все разрушили и опять начали сначала. И самое страшное, если сейчас вот прошло 26 лет, вы правильно сказали, после того, как Беларусь обрела суверенитет и независимость. И самое страшное, если опять начинать сначала. Проблема Беларуси, что у нас система власти замкнута на президенте. Поэтому перед тем, как менять власть и идти к смене власти, надо поменять конституцию и сделать устойчивыми другие системы власти, чтобы не рухнула страна. Поэтому я предлагаю другой вариант. Пусть сейчас мы поддержим президента, пусть он пересберется. И сразу же начинаем реформы. Начинаем конституционные реформы. Кстати, об этом и Лукашенко говорил. Лукашенко говорил о конституционной реформе, которая планируется после выборов. Поэтому вот тех людей, кого вы назвали, никого не хочу обидеть, я ко всем с уважением отношусь, но меня беспокоят две вещи. Первое, отсутствие программы желания свалить Лукашенко. И второй момент, все они начинают говорить о том, что бороться за власть, допускают бороться за власть на площадях, в ходе митингов, в ходе каких-то революционных вопросов. А это страшно. Мы видим, что происходило на Украине, мы видели, что в других странах постсоветского пространства происходило, когда происходили вот эти революционные вопросы. В результате народ всегда становится жить хуже, а революционеры живут хорошо. Вот этого нам не надо. Поэтому стабильность надо сохранить. И второй момент, посмотрите, какие вызовы беспрецедентные перед миром сейчас. Пандемия. Никто не знает последствия экономические пандемии. Сейчас стабильность в любой стране крайне важна. Мы внимательно смотрим, что происходит сейчас в мире, в том числе протесты, которые в Соединенных Штатах Америки. Мы беспокоимся, я беспокоюсь. У меня живет теща в Америке, у меня живет двоюродная сестра. Мы очень хотим, чтобы у американцев был мир, чтобы у вас было все спокойно, хорошо. Мы переживаем, чтобы не погибали люди, чтобы не было погромов, чтобы не было нарушения закона. И, на мой взгляд, это очень важно. Это важнее иногда каких-то таких, знаете, высоких слов и красивых разговоров о каком-то светлом будущем. Иногда надо уметь ценить то, что достигнуто. Но, безусловно, в чем я с вами соглашусь, Беларусь должна проводить реформы, двигаться в направлении политических и экономических веков. И я, как депутат, как лидер партии, буду отстаивать это и на выборах, и после выборов. Потому что Беларусь стоит перед серьезными вызовами. А играет ли какую-то роль Россия в предвыборной кампании? На какой стороне и какую конкретную роль она играет, если вам это видится так? Ну, пока я этого не вижу, значит, вот такого, но вы поймите, Беларусь находится, это наша соседняя страна. Значит, это наш партнер, это союзное государство в Беларуси и России есть. Безусловно, мы во многих вопросах зависим от Российской Федерации, как зависим от других наших соседей. Это нормально. Любая страна, небольшая, она зависит от своих соседей. При этом мы во всех союзах, в том числе и с Россией, и в отношениях с Европейским Союзом, отстаиваем свои национальные интересы. Мы стараемся их отстаивать. У нас есть споры и с Российской Федерацией, и с европейскими коллегами. Это тоже нормально. Посмотрите, что в Европе происходит. Там никто договориться с друг другом не может. А пандемия обострила это еще больше. Когда вместо взаимопомощи мы увидели, что в Европе каждая страна замкнулась в себе и занималась своими проблемами. Особенно на примере Италии это было очень хорошо видно. Поэтому, конечно, Россия огромна. И в России есть разные люди. Кто-то, может быть, какие-то бизнесмены, какие-то там центры экономические могут поддержать какого-то из кандидатов. Но я считаю, это недопустимо для любой страны. Самое главное, чтобы только народ белорусский решал, как нам жить. И недопустимо финансирование извне этой компании. Но, с другой стороны, я вижу, что Россия сейчас, наоборот, сделала заявление, что она не будет вмешиваться в белорусские выборы. А, с другой стороны, мы видим, что наши европейские партнеры, не дождавшись еще даже начала выборной кампании, уже говорят, что выборы не демократичны. То есть, нас это тоже не понимает. Я этого не понимаю. Но еще выборы не начались. Вы уже говорите, что выборы не демократичны. Мы с ними тоже сейчас работаем с европейскими партнерами, объясняем, что это неправда, что выборы идут в соответствии с белорусским законодательством. Поэтому на сегодня я не вижу, что Россия вмешивается в белорусские выборы. Я могу допустить, что какой-то из кандидатов может иметь возможность получать финансирование с каких-то бизнес-кругов российских. Но это недопустимо, и с этим надо, и это пресекать надо. Не должны деньги чужие, не белорусские поступать на выборы. Так любая страна мира, посмотрите, в Америке допустимо, чтобы какая-то другая страна финансировала избирательную кампанию какого-то кандидата. Нет, недопустимо. И у нас это не должно быть никогда допустимо. Но на сегодня я вижу, что как раз-таки Российская Федерация заявила по своими действиями, показывает, что она не будет активно вмешиваться в выборы. Но посмотрим, что дальше. И второй момент. 19 июня к нам прибывает министр иностранных дел России Лавров. Планируется заключать новые соглашения о признании ВИЗ Белоруссии и России. Парад 24 июня в Москве будет присутствовать наш президент. Он выезжает туда, в Москву. То есть отношения развиваются. Но и споров у нас хватает. Это нормально. И споры есть, и сотрудничество есть. И мы обязаны это делать, потому что мы соседи, и мы союзники во многих вопросах. Это же не секрет. У нас союзное государство. Беларусь член у ДКБ. Но при этом Беларусь хочет развивать хорошие отношения и с Европой, и с Соединенными Штатами Америки. Вы помните визит госсекретаря в Минск. У нас сейчас, кстати, отношения продвинулись в экономической сфере. Мы очень серьезно развиваем отношения через парк высоких технологий наш. Вы, наверное, знаете про него. Это наши программисты. Они работают очень серьезно, сотрудничают с Америкой. То есть мы хотим отношения развивать со всеми. И я тоже сторонник этого. Олег Сергеевич, а как вы оцениваете экономическую ситуацию в Республике Беларусь, конкретно в Минске, и какова социальная защищенность пенсионеров? На ваш взгляд. Вы знаете, я считаю, что во всем мире сейчас экономическая ситуация непростая. Беларусь не может быть исключением. Мы взаимосвязаны со всеми рынками. Мы же экспортируем свои товары и в Российскую Федерацию, и в Европу. И, естественно, ситуация сейчас непростая, особенно с учетом пандемии и коронавируса. Это она во всем мире такая, и у нас непростая. Но мы, считаю, приняли очень правильное решение. Оно спорное. Не все его понимают. Что мы не закрывали на карантин наши предприятия. Мы не остановили экономику. Если бы мы остановили экономику, я думаю, что ситуация сейчас в Беларуси была бы гораздо тяжелее экономически, чем сейчас. Мы видим, что ООН уже говорит о том, что прогнозируется даже голод во многих странах из-за того, что экономика сбавила. И хотелось бы, конечно, чтобы наши белорусские граждане были больше социально защищены. Хотелось больше зарплаты иметь, хотелось больше пенсии иметь. То есть я не буду говорить, что у нас рай. Знаете, что у нас рай, и вот все у нас хорошо. Нет, мы хотим жить лучше, и люди хотят жить лучше. Но сегодня мы должны понимать одну простую вещь. Не бывает сейчас простых решений. И не будет легкого пути в экономике ни одной страны сейчас мира. Сейчас нужна мобилизация. Сейчас нужно сотрудничество между странами. Потому что пандемия показала, что вообще солидарность должна помогать, побеждать. В том числе и экономические вот эти вопросы, которые ждут весь мир. Солидарность. Нам иногда этого не хватает. И очень приятно, когда эта солидарность все-таки есть. Когда мы помогаем друг другу. Когда мы помогаем и в медицине, и в экономике, и в других вопросах. Поэтому, на мой взгляд, экономика сейчас находится не в самом плохом состоянии. Но проблемы есть. И впереди у нас очень серьезная, тяжелая работа для того, чтобы экономику развивать. И один шаг уже был сделан. Это назначение нового премьер-министра в Беларуси. Это достаточно волевой управленец. Выходец ГИМО, который закончил. Который руководил огромным количеством предприятий. На него сейчас сделается ставка в экономике. Что он сумеет мобилизовать экономический сектор страны. И не допустит падения экономической ситуации. А более того, сделает так, что будет рост. И над этим ростом надо работать. Такой вопрос. Известно, что последнее время между Александром Лукашенко и Владимиром Путином достаточно, скажем так, натянутые отношения. И в политологических кругах, значит, ходит такое слово, как поглощение. На Западе это называется таким словом, как аншлюз. А в журналистских кругах в России в основном говорят о глубокой интеграции. Как вы видите выход из этой ситуации? Потому что, ну, это чувствуется, что отношения не те, которые были много лет назад. Ну, я вам скажу так. Когда мне говорят об угрозе независимости страны какой-то, Беларуси в том числе. Я всегда говорю, что внешние угрозы не бывают для независимости, если страна сильная изнутри. Если в Беларуси не допустят раскола страны, в том числе, это еще один ответ вам на выбор. Почему я поддержал президента страны? Потому что для меня главное единство страны. Если не будет допущено раскола страны, если экономическая ситуация в стране позволяет развиваться, если бизнес развивается, если спецслужбы сильные, армия сильная, никакой внешний фактор никогда не будет угрозой ни для одной страны. Самая большая угроза для суверенитета независимости, это сама, вот я всегда говорю, кто угроза для независимости Беларуси? Беларусы. Если мы свою страну развалим, если мы свою страну сами уничтожим, тогда будет всегда угроза для суверенитета, угроза какого-то поглощения или еще чего-то. У меня украинские коллеги, с которыми я общаюсь, всегда иногда неоднозначно реагируют. Я им говорю, слушайте, вот они говорят, вот кто виноват, что у нас так происходит? В первую очередь вы. Вот не обижайтесь, но в первую очередь виноваты вы. Если бы вы свою страну сберегли, ничего бы не было того, что у вас сейчас происходит. Политики всегда виноваты. Политики, свои собственные, которые допустили эти вещи. Что касается российско-белорусских отношений, я не вижу угрозы суверенитета и независимости со стороны России, если Беларусь будет сильной страной. А мы сильная страна. Это первое. Второе. Проблем в российско-белорусских отношениях хватает. Но хватает и хорошего, и положительного. В любом случае, давайте скажем правду, сейчас мир – это глобализация. Сейчас экономика – это взаимовыгодное сотрудничество. И интеграция сейчас везде происходит в экономике. Почему? Потому что это экономика нового формата. Как сейчас можно закрыться самому себе, у себя в каком-то государстве? Куда продавать товары? Это невозможно. И поэтому Беларусь выступает за интеграционные процессы с Российской Федерацией. ЕАЭС, которую мы создали, Казахстан, Россия, Беларусь, Армения. И там проблем хватает. Но назовите мне хоть один интеграционный проект в мире, где нет проблем. Европейский Союз переживает сейчас огромное количество проблем, гораздо больше, чем мы. Но они же не говорят, что надо развалить Европейский Союз. США и Европейский Союз тоже имеют сложности в отношениях сейчас, и в экономике в том числе. Но при этом никто не говорит, что эти отношения не надо развивать. Поэтому я вам скажу мнение большинства, 90% белорусов страны. Все белорусы хотят жить в суверенной, независенной стране. Нету белорусов, кто бы хотел войти в состав любого государства в мире. И Российской Федерации, и в том числе нашего Союза государства. Мы хотим жить в своей квартире, в своей белорусской квартире. Пусть у нас будет не трехкомнатная большая, а однокомнатная, но своя. Мы не хотим жить в коммуналке. Мы хотим сами решать свою судьбу. Вот это правда для любого белоруса. Но с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что интеграция на равноправных условиях, экономическая интеграция, политическая интеграция, военное сотрудничество, оно выгодно для нашей страны при условии сохранения независимости и суверенитета. И что касается отношений двух президентов, вы знаете, разные были у нас этапы в отношениях. Бывало спорили, бывало договаривались, но это нормально. Где нет споров, где нет конфликтов, нет отношений. Это как в семье. Если муж и жена перестали спорить и ругаться, и вообще споры разговаривать перестали, и значит развод скоро, нет общих интересов, не о чем говорить. Поэтому и здесь лучше спорить, споре всегда рождается истина. Я уверен, что мы сумеем найти консенсус, сумеем договориться с нашими российскими коллегами, но обещаю вам одно, во всех союзах Беларусь будет отстаивать свои национальные интересы, и мы всегда будем независимой суверенной страной. Это аксиома. Уже родилось целое поколение белорусов, которые родились в независимой суверенной стране. Мы хотим жить в независимой Беларуси. Это объединяет абсолютно всех. Поэтому, повторю свой тезис, главный риск для независимости любой страны, сама эта страна и ее политики, если они это могут допустить. Олег Сергеевич, на вот этой оптимистической ноте мы сейчас уходим на рекламу, так как мы люди обязательные перед нашими рекламодателями, и через пару минут вернемся. Так что не отключайтесь, будьте на линии, мы продолжим нашу беседу. Спасибо. После рекламной паузы мы возвращаемся в программу Политинформания, радиостанции «Народная волна Чикаго», ведущие Гэри Брумер и Эдвард Брумер. Мы продолжаем нашу беседу с политиком, общественным деятелем, депутатом, лидером партии, либерально-демократическая партия Республика Беларусь, Олегом Сергеевичем Гайдукевичем. Олег Сергеевич, вы на линии? Да, да, да. Олег Сергеевич, у меня к вам такой вопрос. Какие на сегодняшний день взаимоотношения с вашим ближайшим соседом Польшей? Как вы видите развитие вот этих отношений и на каком уровне они сейчас находятся? Ну, Польша, надо начать с геополитики. Геополитика определяет политику вообще в принципе. Мы видим, что Польша в Европейском Союзе пытается играть более серьезную роль. И видим это на протяжении всего последнего времени развития Евросоюза. Мы видим противоречия в Евросоюзе. Мы видим, что страны, вот эти основатели, Германия, Франция, они между собой уже спорят. То есть мы видим недовольство многих стран новых, которые вступили в Евросоюз недавно. И в этих условиях Польша, она пытается играть более серьезную роль. В Евросоюзе у нее это во многом получается. Во-вторых, власть Польши, которая пришла, президент Польши, который сейчас идет на перевыборы, мы знаем, я убежден, что он выиграет эти выборы. Он пользуется поддержкой населения. Он проводит достаточно прагматичную политику, направленную на защиту национальных интересов Польши. И Польша пытается играть более активную роль в регионе. К чему это рассказывают? К тому, что они пытаются и с нами играть более весомую роль, и с нами развивать отношения, и здесь иметь больше влияния в Беларуси. У нас разные взгляды с поляками очень во многом на развитие нашей страны. Мы понимаем это, но при этом понимаем, что это наш сосед. А с соседями надо дружить. Соседи не выбирают. То есть это Богом нам дан соседа. Польша, Украина, Россия, Литва. И наша задача, несмотря на любые споры, несмотря на разногласия, в том числе и политические разногласия, это нормально, выстраивать нормальные взаимоотношения. Слышать друг друга. Значит, находить общие точки соприкосновения. Мы находим это. Безусловно, нас беспокоит военная активность, увеличение активности НАТО в Польше. Мы говорим о том, что все-таки лучше, чтобы этого не было. Почему? Зачем нам напряженность в регионе составляет? Мы должны как-то, наоборот, снимать эту напряженность. Тем более, что Беларусь крайне миролюбивое государство. Беларусь никогда ни с кем не воевала, никогда никому не угрожала. Беларусь не имеет никаких центральных претензий ни к кому. Беларусь не имеет ни политических амбиций. Небольшое европейское государство. Поэтому мы бы не хотели, чтобы наращивалось военное присутствие на территории Польши. Мы хотим нормального взаимодействия, нормальных отношений. Но я вам скажу положительный момент. В экономике наши отношения очень серьезно продвинулись. Растет товарооборот. Второй момент. Парламентские связи между Польшей и Беларусью. Сейчас они затормозились только из-за пандемии. Мы ждем, как пандемия закончится. У нас планировался серьезный визит польских депутатов в Беларусь и белорусских депутатов в Польшу. То есть отношения растут, и они будут расти, потому что и в Польше понимают, что мы соседи. Мы обязаны общаться. Мы обязаны развивать экономические связи, политические связи. Мы обязаны это делать, потому что, слушайте, на границе даже люди живут. Семьи иногда объединяются. Это же соседи. Поэтому я вижу хороший потенциал в развитии отношений с Польшей. И в продолжении предыдущего вопроса, каким вы видите отношения с Украиной? Потому что известно, конечно, что Александр Игоревич Лукашенко не поддержал аннексию Крыма и не поддерживает военные действия на востоке Украины. И старается, как мы видим, держать конструктивные, поддерживать конструктивные отношения с новым украинским руководством. Да, и с предыдущим тоже у него были неплохие. Как вы видите сейчас продолжение этих отношений с Украиной? Я вижу, что Беларусь заняла очень честную позицию по отношению к Украине. Мы хотим быть той страной, которая делает все для того, чтобы был мир. Поэтому мы изначально предложили Минск площадкой для переговоров и для урегулирования ситуации. Для меня, как политика, любой мир, самый плохой мир лучше любой войны. То есть нету никогда, никак невозможно оправдать смерти людей. То есть кровь, гробы, нельзя их оправдать никакими политическими целями. Поэтому Беларусь делает все для того, чтобы шел диалог, для того, чтобы на Украине был мир, чтобы там не погибали люди. Эта позиция будет неизменна. Это правильная позиция. Эта позиция, кстати, ценится не только украинскими коллегами. Она ценится и в России, она ценится и в Европейском Союзе. Все увидели, что Беларусь донор мира. Мы во всех, кстати, конфликтах стараемся принять участие, как сторона, которая предлагает какие-то площадки и диалог. Потому что диалог всегда лучше. И любая война всегда заканчивается. Мы что-то знаем из истории. Вопрос когда и какой ценой. Поэтому мы хотим, чтобы не погибали люди. На Украине не гибли люди ни в Донецке, ни в Луганске. Хотя у нас разные отношения в Беларуси. Разные отношения вообще, в принципе, к событиям на Украине. Значит, люди разных мнений придерживаются. Но я считаю, что роль Беларуси должна оставаться вот именно такой. Минская площадка, которая создана у нас. Ее критикуют сейчас многие. Говорят, вот плохо соблюдается договоренность. Мир там не настал. Да, это правда. Но при этом ни один политик, даже крупнейший в одной стране мира, не может назвать альтернативу Минской площадке и переговорам. Все равно альтернативы договоренностям нет. Поэтому я убежден, что Минская площадка будет работать. Я убежден, что уже в Минске сделано много для того, чтобы явилась кровь и был мир. И убежден, что наша страна продолжит эти усилия миролюбивые дальше. Для того, чтобы у наших соседей не гибли люди. Вы же поймите, мы переживаем очень сильно. Ведь это рядом. Это же не где-то далеко. Это здесь, вот у нас, у соседей. У нас там родственники живут. У нас там близкие люди живут. И нам страшно на это все смотреть. Мы хотим, чтобы был мир. Поэтому я убежден, что наша позиция белорусская будет и дальше направлена на то, чтобы на Украине не погибали люди. Поэтому здесь я полностью на стороне от президента. Вот в этом вопросе я считаю, что это правильная позиция. Олег Сергеевич, мы с братом прожили в Минске 21 год. 21 год Минск всегда был русскоязычным городом. Я не думаю, что вы будете в этом плане спорить. У меня вопрос такой. Насколько сегодня в Белоруссии идет популяризация белорусского языка? Насколько он популярен в самом городе Минске? И, естественно, по всей Белоруссии. Есть ли какая-то особая программа по изучению этого языка? Государственного языка. Государственного языка, да. Смотрите, моя позиция как политика, что должно быть всегда два государственных языка. Белорусский и русский. И, кстати, вот то, что мы так сделали, что у нас два государственных языка, это консолидировало людей. Ну, посмотрите, у наших соседей, давайте вспомним историю, к чему привело заигрывание вот с этими вещами. Нельзя делить людей по языку, нельзя делить людей по религии, нельзя делить людей по национальности. Надо быть толерантными, надо поддерживать вот это, единить народ, надо людей объединять. Поэтому я сторонник двух государственных языков, считаю, что это крайне правильное решение. И любое другое приведет к расколу и приведет к необратимым возможным последствиям. С другой стороны, мы должны прекрасно понимать, что белорусский язык наш родной язык. Это язык наших великих поэтов, великих писателей. Это язык нашей страны, которым можно и нужно гордиться. И я повинен добро размовлять на белорусской умове, и я вельный, кахаю в эту умову. И я считаю, что самое главное, мы не должны навязывать это. Мы должны делать это так, чтобы это все происходило естественным путем. И в последнее время я хочу отметить один положительный момент. Мне это нравится. Не то, что мы какими-то административными методами скажем, всем завтрашнего дня говорить по-белорусски. К чему это приведет? Это приведет к плохому. Никогда ни к чему хорошему это не приведет. Это первое. Второе. Почему мы не можем иметь два родных языка? Я говорю на русском. Почему я должен от него отказываться? Меня мать учила ему тоже и русскому, и белорусскому. Почему он должен отказываться? Мы богаче тем, что у нас два языка. Сколько во Франции языков? Сколько в Америке используется языков в разных частях Америки? Это же неплохо. Английский интернациональный язык, русский интернациональный язык. Это хорошо. Но при этом многие предприниматели у нас начали делать рекламу на белорусском. Программы какие-то на белорусском. И когда это происходит искренне, без навязывания, людям это нравится, я убежден, белорусская мова никогда не умрет. Белорусская мова всегда будет нашим достоянием национальным. Мы всегда ей будем гордиться, всегда говорить, и всегда будем чтить и наших поэтов, и наших писателей, и всех людей, которые причастны к этому. И в школах она всегда будет преподаваться, и в институте она всегда будет. То есть, на мой взгляд, мы должны этот вопрос просто никогда не навязывать какими-то административными методами. В противном случае это приводит к расколу людей, к агрессии, и ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому, на мой взгляд, политика в отношении языка в Белоруссии правильная. Самое главное, мы не делим людей на правильных и неправильных. Вот если мы разделим их, вот ты говоришь на белорусском, ты хороший белорус. А ты говоришь на русском, ты плохой белорус, ты уже неправильный какой-то. Мы все белорусы, мы все здесь живем, неважно какая у тебя национальность, неважно на каком ты языке говоришь, главное, что ты любишь эту страну, ты здесь работаешь. И вот это, наверное, кстати, это американский принцип в том числе. Значит, надо объединять всех. Поэтому мне это нравится, и мне кажется, что это оптимальный путь и поддержки языка. Я как политик тоже поддерживаю какие-то программы, готов профинансировать всегда. Если мне это нравится, я всегда поддержу какие-то вещи, связанные с развитием национальной культуры, национального языка. Я считаю, это хорошо. Когда-то давно был хороший белорусский фильм «Сын за отца», где играли Николай Еременко и Николай Еременко «Сын». Я думаю, это два великих белорусских актера. А касаясь вас, 21 сентября вы возглавили Либерально-демократическую партию Беларуси. Как вы видите развитие своей партии? Либо эта партия остается вашего отца, либо вы ее как-то поведете в другом направлении, будете как-то по-другому развивать? Вы знаете, вы хороший вопрос задали. Приемственность, конечно, должна быть. И когда меня спрашивают, вы возглавили как отец семейственность какая-то партии. Ну, слушайте, такой же вопрос можно задать тогда даже в Соединенных Штатах Америки. Бушу-младшему, Бушу-старшему. Если у меня отец в политике, а что, не имею права политикой заниматься? Или, например, во Франции? Насколько у вас взгляды одинаковые или вы в чем-то различаетесь? Я все-таки, вы знаете, преемственность партии сохранится, но я человек другого поколения. Мой отец вырос в Советском Союзе, карьеру сделал в Советском Союзе. Он был офицер советский, я горжусь им очень. Это человек, который прошел огромный путь. Я вырос. Мое становление состоялось в независимой суверенной Беларуси. Я человек нового поколения. Я думаю, что вот это вот накладывает свой отпечаток в том числе и на политику, которую я буду проводить. Я, мне 40 лет, 43 года. Я человек нового поколения, новым белорусам, которые выросли в этой стране, которую мы получили после развала СССР. И исходя из этого, наверное, я и буду строить свою политику. Поэтому, безусловно, я представитель нового поколения. И это наложит отпечаток на партию, которую я возглавляю. Но приоритетами останутся две вещи. Это независимость страны, это патриотизм и национальные интересы Беларуси. Я буду всегда отстаивать их, где бы я ни находился. А все остальное, я думаю, что это вопрос, который будет все время развиваться. Ведь партия, она развивается каждый год. Меняются условия. Кто знал, что будет пандемия? Никто. Кто знал, что Великобритания выйдет из Евросоюза? Никто. Кто знал, что сейчас то, что происходит в мире, нас все это будет ждать? Никто. Соответственно, любая политическая партия, она меняет программу подстраиваться под эти политические процессы. Для того, чтобы быть актуальными и для того, чтобы соответствовать времени. Олег Сергеевич, сейчас слово либерал, что в России, кстати, что в Америке довольно ругательное слово. Ну, такое непопулярное. С оттенком отрицательное. Как лично вы относитесь к этому слову? И, может быть, стоило бы партию поменять, допустим, демократический выбор в Белоруссии? Или либерально-демократическая партия это уже бренд, имя такое, и оно так и должно оставаться? Как вы думаете? Ну, во-первых, по слову либерализм. Само-то слово хорошее. Значит, свобода. Что в нем плохого? То, что его такой сейчас оттенок нехороший есть у него этого слова. Да, я признаюсь, это правда. Но я всегда на это отвечаю. У нас белорусский либерализм. Свой, собственно. Мои взгляды, чтобы не было вопросов. Я согласен, что, если подсчитать нашу программу, наша партия ближе к консервативным партиям, а не классической либеральной партии. Но вот и мне предлагали поменять название. И, возможно, мы к этому придем. Но есть один момент. Во-первых, это узнаваемый бренд. И для того, чтобы в условиях Белоруссии получить эту узнаваемость, это много времени должна потратить. Второй момент. Я считаю, что об этом можно говорить после того, как Беларусь перейдет на выборы по партийным спискам, а не по одномодатным округам. Вот когда у нас пройдут выборы по партийным спискам, появятся в парламенте фракции. Я вам хочу еще раз повторить. Я единственный лидер партии в парламенте. В стране зарегистрировано 15 политических партий. Ни один лидер партии в парламент не избран, кроме меня. И я не считаю это хорошо. Я считаю, что должно быть много лидеров партийных. А для этого нужны партийные списки. После этого можно об этом говорить. Но с другой стороны, слушайте, а что плохого в слове либерализма и демократии? У нас в партии написан лозунг. Свобода, патриотизм, закон. Чем это плохие слова? Свобода. Мне нравится это слово, потому что свобода это свобода. Закон это очень хорошо, потому что все должно быть в рамках закона. И политическая борьба в том числе. Патриотизм. А что плохого в том, что ты любишь свою родину? Ведь что может быть лучше родины? Я прилетаю в Минск. Кто в Минске 20 лет прожил, помнит. Прилетаешь, серый такой аэропорт, дождик идет, темно, тущий. А тебе хорошо. Ты на родину вернулся. Даже солнышка нет, а тебе хорошо. Поэтому патриотизм это хорошо. Поэтому менять название пока не будем. И у нас свой белорусский либерализм. Возвращаясь в президентскую гонку, хотел бы задать вам такой вот вопрос. Ну, всякое бывает. И, скажем так, к власти приходит новый человек с новым взглядом. Готовы ли вы поддержать нового президента, если такое случится? И как вы видите развитие Беларуси в ближайшие пять лет, скажем так? Мое мнение, 9 августа победит Лукашенко. Значит, но надо сразу начинать реформы. Если мы не начнем реформы, то будет много вызовов у нас. И тогда я буду все делать для того, чтобы стать президентом. У меня президентские амбиции никуда не ушли. Значит, я хочу быть президентом Беларуси. Но мои политические амбиции для меня сейчас не так важны, как будущее страны. И поэтому я в этих выборах не стал участвовать. Но если не будет реформ, если не будет движения вперед, если не будет делаться то, о чем и наша партия говорит, я приму самое сильное участие в борьбе за власть для того, чтобы возглавить страну и повести ее тем путем, которым я вижу. Но при этом, я повторюсь, я конструктивный политик. Я никогда не буду радикалом. Я готов сотрудничать не только с властью, а с любой политической силой адекватной в стране ради одного, ради блага Беларуси. Мы всегда должны разговаривать. Диалог всегда лучше конфронтации. Поэтому я готов разговаривать со всеми ради того, чтобы мы жили лучше. Вот так отлично. Вы знаете, мы очень гордимся тем, что белорусский писатель Светлана Алексеевич является лауреатом Нобелевской премии по литературе. Она человек спорный, как литератор и как общественный деятель. Ваше отношение к ней? Как вы видите ее? И читали ли вы какие-нибудь ее произведения? Конечно, читал. Правильно, мне нравится то, что вы сказали. Мне тоже очень много не нравится из того, что она говорит. Я с этим не согласен. Но, слушайте, я считаю, развитое общество отличается от неразвито, знаете, тем, что мы умеем, первое, уважать даже тех людей, чью позицию мы не поддерживаем. Вот когда есть какая-то нетерпимость, я считаю это плохо. И надо уметь, значит, вот об этом говорить. Если человек с тобой не согласен, и ты с ним не согласен, это повод его ненавидеть. Нет. Мы можем гордиться человеком, если ты даже не имеешь взгляда с ним общий, но ценить его достижение. Если спортсмен выиграл Олимпийские игры, а тебе не нравятся его взгляды, это мешает тебе гордиться его победой? Нет. Если ты культурный, высокоразвитый человек. Поэтому, безусловно, то, что Светлана Алексеевич стала Нобелевским лауреатом, это вписано в историю Беларуси. Как можно этим не гордиться? Несмотря на то, что у нас не разные взгляды, разные отношения к очень многим процессам. Я многие вещи, которые она говорит, не принимаю как политик. Я считаю, это неправильно. Но, я считаю, достижение будет любой страны, наше общество, если мы будем всегда дискутировать, уважать друг друга, несмотря на разные позиции, уметь гордиться даже своими оппонентами. Я считаю, это как раз путь, который и должна идти Республика Беларусь. Потому что мы должны помнить одно, мы все равно здесь живем, мы граждане этой страны. Мы можем иметь разные взгляды, разную веру, разный цвет кожи, разные взгляды на политику, на экономику. Но это повод друг друга ненавидеть. Нет. Все должно решаться в спорах, в дискуссиях. Но мы должны все равно друг друга уважать, ценить и гордиться, что мы живем в этой стране. А то, что мы разные все, а что, когда-нибудь мы будем одинаковые? Я не хочу, чтобы мы вернулись к тому времени, как в СССР все должны быть комсомольцами, все должны быть коммунистами, все должны иметь один взгляд. Это путь в никуда. Всегда должны быть разные взгляды, разные партии, разные мнения, разное отношение к тому или иному процессу. Никогда мы не будем одинаковым взглядом. Так не бывает. Если кто-то говорит, что у всех одинаковые взгляды, он улжет. Поэтому я вот так отношусь и считаю, что все должны так относиться во всех странах к своим оппонентам. Неприемлемо одно. Радикализм, революции и нетерпимость. Революция хороших не бывает. Революция всегда кровь, насилие, смерть. Никогда хороших революций не было и не будет. Для меня не бывает хороших революций. Олег Сергеевич, у нас не осталось времени. Я хочу вас поблагодарить за это интервью и пожелать лично вам, вашей семье и всем жителям Белоруссии здоровья и благополучия. И мы надеемся, что наша встреча будет еще продолжаться в следующий раз. Спасибо вам большое. Спасибо вам и всем белорусам в Америке огромный привет. Спасибо. Всего хорошего. Всего самого лучшего. Субтитры сделал DimaTorzok